Девушки отдыхают Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь, сколько чародеев мы спасли? Всего? Не знаю, не считал. Около тридцати А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? Две тысячи три? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев в Ринбе? В Бонарде? Арткарайде? В Кулете? Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого. Включая Янефер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? За тем, чтобы ты помог мне убить Родовида. Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чародеев? Да, волнует. Но, разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования – симптом более серьезной беды. Редание и правит сумасшедший. Я служил отцу Родовида Визимиру. Двадцать лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. А знаешь, в чем его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Созвать ополчение, выстроить селян с косами – для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надежными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Нам с Визимиром это удалось. После долгих лет чертовски трудной работы, я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока этот мудак все просрет. Родовид свирепый. Скорее уж, безмозглый. Ты поможешь мне, Геральт? Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесет кто-то другой. Дикстра, может, ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже. Для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля – это тебе не заказ на накера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению, Приходи в Пассифлору на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт. Прощай, Геральт. Плазище у тебя змеиное, а язык. О, Геральт, украдитель чудовищ. Не хочешь ли меня? Я создана для них. Геральт, здравствуй, мой дорогой. Ну, подойди ко мне, не стесняйся. О, извини, но я здесь. Тише, тише. Я отлично знаю, зачем ты здесь. Они ждут. Сюда, пожалуйста. Все дороги ведут в Пассифлору. Вы снова здравствуйте. Ммм, как взгляну на тебя. Начинаю жалеть, что я отошла от дела. Бывай. Я создана для любви. А она мне, что религия, это опиум для народа. И что жизнь выпрашивать она не станет. А огонь как пухнет. Чуть не до самых крыш. Она и крикнуть не успела. Интересно, что ли. Ты не мог выбрать более уединенное место, чтобы обсуждать покушение? Все только о нем и думают. А многие сами бы за него взялись. Бояться нечего. Кроме того, это место с традициями. Здесь Фалька замышляла свое восстание. И, кстати, покушение на короля Вриданка. Ты, значит, равняешься на Фальку? Если я правильно помню, это самый кровавый персонаж в истории Ридания. Ее восстание изменило ход истории. И это нас объединяет. А что до крови? Мы пустим кровь только Родовиду. И я рад, что ты решил к нам присоединиться. Признаюсь, я не был уверен, что ты появишься. Я подумал над твоими словами, что Йен и Трис не будут в безопасности, пока жив Родовид. Верь мне, это так. Я рад, что мы пришли к согласию. Ну, тогда к делу. Думаю, моего товарища представлять не нужно. Роше, ты здесь? Безработные шпионы должны держаться вместе. Когда-то ты защищал одного короля. Теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но... Я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего. Родовид уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы. Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи. Когда я попросил его поддержать в Изиму, он выставил меня за дверь. Начинается решающий этап войны. Так что действовать надо быстро. У меня не осталось никаких иллюзий. Свободу Тимерии принесет только смерть Родовида. Как так? Мне казалось, Родовид союзник Тимерии. Только до тех пор, пока мои партизаны ему нужны. Выиграв войну, он не станет отходить к прежним границам. Он мечтает построить Северную Империю. Пока он жив, Тимерия свободной не будет. Ну, хватит о политике. Мы не за тем собрались. Родовид угрожает жизни Трис и Йеннифер. Вероятно, это для тебя более важно. Ладно. И что вы хотите от меня? Один наш товарищ поехал на встречу с информатором и до сих пор не вернулся. От того, что он узнал, зависят все наши планы. Надо его найти. А лучшего следопыта, чем ты, мы не знаем. Следопыт-то, значит? Ну-ну. Может, еще что-нибудь расскажете? Например, где вы вашего товарища последний раз видели? Он выдает себя за странствующего сапожника. Он должен был переправиться через Понтор и, скорее всего, прошел через Риданский пост. Там у нас свой человек, возможно, он что-то видел. Зовут его Грегор. Вы посвятили Риданского солдата в план убийства Риданского короля? О, видишь, даже не все Риданцы готовы терпеть Родовида. А когда простые солдаты замечают, что что-то не так, значит, пора действовать. Ладно, я поговорю с Грегором. Спасибо. Постарайся не привлекать внимание, если сможешь. И помни, от твоего успеха зависит будущее, исход войны, судьба Тимерии и всего Севера. Я понял. Попробуй не опозориться. Увидимся. Мы рассчитываем на тебя. Я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? Геральт из Ривии. От Дикстри. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет. Идем, пройдемся. Славно вы себе пост разукрасили. По приказу короля, милостива нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал. Вот на него и донесли. А который слева, так он с соседом поругался. А тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды. Родовит здесь ни при чем. А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляет? Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? А что мне делать? Уродился я риданцев. А дезертировать не стану. И потом, в армию-то я пошел, пока Виземир сидел на троне. Вот добрый был король. Мудрый и справедливый. А Родовит, другое дело. У него одна война в голове. А я не хочу, чтобы ридание когда-нибудь вот так вот выглядело. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Зачем я здесь? Надо думать из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, не его ли. Но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка. Грамот у тебя охрана есть. Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно. Удачи. Спасибо, увидимся. Тебя ждет смерть от отравлений. Тебя пустами стали. Ой, нелегко. Субтитры сделал DimaTorzok. Хм, повозка, похоже, не повреждена. Странно. Надо осмотреться, может, найду что. Тебя. Субтитры сделал DimaTorzok. Следы драки. Кого-то, похоже, оглушили, а потом стащили на землю. Башмак. Что-то мне подсказывает, что я, наверное, мути. Интересно, где хозяин этого башмака? Башмак. Что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Интересно, где хозяин этого башмака? А вон, что тут делает. Калошечка. Желтая. Привет. Возьмак, иди себе. Бодки собираю. Да я вижу. Мне интересно, откуда они тут взялись. Выросли, как грибы. Башмаки из земли не растут. Не знаешь, кто их тут раскидал? Рок не может. Ок и пок будут злые. Пок и пок. Твои друзья? Находчики. Большие находчики. Нашли человека, а у него бодки на телеге. Вот столько. А что сделали с человеком? В пещеру сделали. Вон туды. Ог сказал ему башмачить. Для Ога, Ога и Рога. Зачем вам башмаки? Человеки носят. Так Ог, Пок и Рог хотят. Будем большие хозяевы. Как человеки. Бывай. Еще вы тролли где-то вверх. Вот ты блестявые. Сτούo. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Узнарь его как следует... Подходим, делай жуткую морду и говоришь так... Утёртывай отсюда, манта драная... Усекли? Ну ладно, а теперь перейдём к практике... Ты, сука, сраная, и сда в жопу ёбаная... Повторяйте по очереди... Бог? Ты, ты... Ладно... Может, Бог? Похоже, надо начинать с чего попасть? Так, дай... Иди-ка я подумаю... Да, знаю... Начнём с Азон, сука! Повторяйте... Гу... Гу... Гуква? Нет, сука! Сука! Я охеренец, кто загубил? Ок, не дебил! Ок, находчик! А ты, ботильщик! Вот боты и шей! Не болтай! Таллин? Ну, конечно... Кто ещё будет учить троллей ругаться? О, Геральт! Сколько лет! Этот кто? Спокойно, Ок! Это мой старый знакомый! Иди отсюда! Или в суп! Я ужасно жилистый... Это правда! Ты только взгляни на него! Кожа на кости! Ну, господа тролли, мне пора! Вы тут потренируйте, чему я вас научил! В следующий раз, как тут буду, устрою вам, сука, экзамен! Тала, не ходи! Тала, сиди на жопе! Боты швей! Как я вижу, вы подружились, но Таллер должен пойти со мной! Никуда не пойти! Боты шить! Он мне нужен! Нужен тут! У тебя есть боты! У Вога нет! У Рога и Бога нет! Сделает боты! Тогда пойдет! Так, спокойно! Таллер вернется! Ему просто надо сходить со мной! Взять кожи для ваших башмаков! Слушайте, Геральта! Он херни не скажет! Вы ноги свои видели? У вас лапище, как корыто! Чтобы шить вам башмаки, мне нужно очень много кожи! Мы с Геральтом пойдем сейчас, принесем, сука, кожи, потом я вернусь и зажью вам ботинки! Для Бога тоже? И для Рога? Две пары для каждого из вас, Козла Йога упрямый! Ну пусть идет! Только пусть вернется! Хы, я знал, что вы славные ребята! Скоро вернусь! Ох, вижу ты, ничуть не изменился! Чуть! Ронь сразу смердишь, как гнилая капуста! Ты здесь случайно оказался, или кто-то послал? Роше и Дикстра А, значит, они обо мне не забыли! Эй, как мило! Спасибо за помощь, Геральт! Я понимаю, дел у тебя много! Убивать всех этих чудищ! Я слышал, вы трое тоже решили кое-кого убить? О, значит, они тебе все рассказали? Не все, в детали не посвящали! Может, ты меня просветишь в благодарность за спасение? Извини, брат, но если они молчат, значит, и мне придется помолчать! Понятно! Как ты здесь вообще оказался? Это же теперь земли Нильфгарда! Хочешь сказать, Нильфам сапожники не нужны? Ну, они своих, наверное, привезли? Хер они там привезли! Одни любители! А лучше Талера сапожника на всем севере не сыщешь! А-а-а! Ну-ну! Ты во мне сомневаешься? Ты шпион, и теперь ты работаешь на Дикстру и Роше! Сомневаюсь, что ты ездил чинить Нильфгардские сапоги! Хе-э, ты неплохо соображаешь! Факт! Сапожное ремесло только прикрытие! Кто станет обращать внимание на какого-то сапожника? Никто! Сидишь себе, подметки приколачиваешь, а люди рядом стоят, разговаривают о всяком! По большей части всякий вздор, но бывают и дельные вещи! Например? А вот этого я тебе не скажу! Ага! Как живешь? Как картофельная моль! Сижу тихо, в глаза не бросаюсь, рубаю картоху! Давно мы не виделись! Что ты, как ты? Нильфгард раздолбала разведку Демерией за одну ночь! Я едва ушел! Квасил с горя до тех пор, пока печень не сказала! Хватит! И что теперь? Работа над ошибками! Все сначала! Верчусь по округе, слушаю, спрашиваю, вербую новых агентов! Ну, будь! Я, сука, уже есть! Спасибо еще раз, Геральт! Отсюда я и сам доберусь! Обязательно расскажу Дикстри и Роше, как ты Огу подназрал! Бьюсь об заклад, они обосрутся от хохота! Что будешь теперь делать? Ну, как что? Вернусь в Новиград! Там вместе с Дикстри и Роше будем выдумывать наш гениальный план! Никаких подробностей! Прости, брат, но хер я тебе что скажу! Сука, если бы дело касалось только меня, я б тут же тебе все и выложил! Я если кому и доверяю, то только тебе! Но я работаю не один! Так что и решение принимать не мне одному! Лучше я помолчу! Ясно, я понял! Слушай, в Изиме ты вроде был старьевщиком, как ты вдруг стал сапожником! Просто выбрал наименее подозрительное занятие! Старьевщик — херовое прикрытие! Слишком много народу считает себя обманутыми! А мне не нужно было привлекать к себе внимание! Думал заделаться корчмарем! Людей они много видят! Каждый что-нибудь да скажет! Проблема только в том, что ты сидишь в этой своей корчме, как шавка на цепи! Никуда ты со своего двора не денешься! А башмачник может заехать куда угодно! В этом можешь не сомневаться! Я себе даже вон фургончик организовал! Красота! А то! Я на нем, сука, неплохое состояние сколотил с начала войны! Эх, тура, она же вечно куда-то прется! А знаешь, что бывает, когда сапоги стерты? Ноги тут же в кровь сбиваются! Каждый солдат маму родную продаст ради годных сапог! Бывай! Удачи тебе! Ох, она мне пригодится! Родовит та еще бестия! Но мы что-нибудь придумаем! Точно тебе говорю! Скоро о его смерти весь Север будет говорить! Постарайтесь только, чтобы не говорили про трех убийц, которых отправили на дыбу! Хе-хе-хе! Не боись, Геральт! Мы не пропадем! Бывай! Продолжение следует... Бывай! 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 Бывай!